Всем привет, с вами Алла Градко и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Flame of the Blood. Смотрите, мы на моменте, где... Точнее, на какой моменте? В общем, мы уже практически заканчиваем прохождение, а, соответственно, в этой серии я хотел уже финалочку сделать. То есть, заканчиваем это как? Мы уже на девятой локации. Десяти были еще в прошлой серии. Соответственно, мы еще ближе, чем когда-либо к прохождению этой игры. Так, подожди, а в смысле мне жажда? Здесь что? Что-то прикол. Так, открой, пожалуйста, инвентарь. Спасибо. Так, а что мне жажда? Ага, ну так это понятно. Кстати, удивительно, но тут сейчас нету дождя. Ну ладно. Тихо, господи, как першить-то, а? Ну ладно, у меня есть все что из чаек. Ладно, рассаживаемся поудобнее, наливаем чаек и... Блин, змея. У нас сегодня будет атмосферненький контент. Так, нет, к змее я не буду подходить, ну ее нахуй. Сегодня я, наверное, буду записывать немножечко дольше, чем обычно. Точнее, как немножечко. В общем, уедите нахуй. Не, ну они меня точно сейчас укусят. Давайте попробуем их натравить на змею. Ну, змея. Так, ну ладно, они меня явно укусят, вот особенно вот этого нужно отогнать. Окей. Как вы заебали? Нет, подожди, с ними мне... Не-не-не, ну их нахуй. Ну их нахуй. А, кстати, точно. Оставь вот. Ну, блядь, оставь. Тяк. Я так и не знаю, кстати, как зовут нашу главную героиню. Ну да и ладно. Кстати, знаете, что можем сделать? Можем пойти и приготовить себе еды. Звучит прикольно. Давайте еду себе сделаем. Так, использовать плиту. Заодно вам покажу, как она примерно пользуется ей. То есть мы берем разжечь... Разжечь. И сыры сразу вылечиваются. Окей. Приготовить предмет и приготовленное место. Надо было на все нажать. Ну ладно, это не так важно. Я заодно пока пойду. Мм. Чтобы сделать ремонтную заплату, мне нужно потратить хлам, болты и каменный молоток. Кстати, у нас же проблема еще возникла с этим. С каменным ножиком. Нам его нужно сделать. Нам нужен кремень. Ладно, давайте на другой остров переплывем. Кстати, в этой серьге я что хотел? Я хотел сделать эту историю с одеждой закончить ее. Так, вообще, на самом деле, я не туда немного плыву. Так, используем эту херню. Мотор, который мы благополучно купили. Так, а мы тут сможем проплыть? Ну, по идее, сможем. Сможем, говорю. Но все равно немного подранились. Ну ладно. Хер бы с ним. Я не знаю, зачем я в док плыву. Но мне что-то кажется, что я должен сюда приплыть. Я что-то вроде как сделать хотел. Но это не точно. А оказывается, хуй там. Я ничего не могу сделать. У меня не хватает каркаса. А, ну так подожди. Я его сейчас могу сделать. В чем проблема? В чем проблема, спрашиваете, да? А что не так? Блять, у меня нету этого ножика. Серьезно? Вот этот вот нож я просто тупо прострал, когда себе делал. Так, нет. Ну, куда-нибудь определись уже. Куда плывешь. Так, все окей. А ножик я хотел себе сделать. У меня кремния не было. Я его весь просрал. Какая-то странная херня забагованная, видимо, была. Надо было все-таки по другим идти. На другую сторону. Так, ладно. Можем либо все это сейчас проскипать весь этот момент. И перейти уже в 10-ю локацию и посмотреть, что там было. Кстати, напоминаю. 10-я локация. Мы туда зачем плывем сейчас? Еще такая музыка прикольная играет. Льда потушена. Ну, окей. На 10-й локации, по идее, нас ждет спасательная какая-то группировка, операции или еще какая-то херня. В общем, база типичная такая для вот таких вот фильмов, сериалов или еще какой-нибудь херни. Где тебе говорят, ну, зомби-апокалипси или вообще, в принципе, апокалипси глобального пиздеца. Чуть не ударился. Так. К сожалению, музыка сейчас может закончиться. Она как-то рандомно играет, непонятно. То она играет... Во-во-во, слышь? А, нормально. Уже все. Вроде как тут держится. Окей. Тут есть кролики. Можем благополучно кроликов убить. Ну, так а в чем проблема-то? Давайте убьем. Так. Ну, давайте сделаем... Слушай, что я этой херней страдаю? Делаем на все. Почему я только не могу сделать сейчас себе, получается, ловушку? Вот это интересный момент. Где она вообще? Понял. Короче, я в полной жопе. Мне либо сейчас нужно найти кролики, либо я... Ну, либо пиздец, как бы. Тут нет никаких вариантов. Слушай, а вообще, на самом деле, я держусь. Смотри. Она вроде как и опускается, но не так сильно. Ну, сейчас ночь. Нет, сейчас закат. Вроде как. Еще не настолько холодно. А, ну так теперь понятно. В общем, нужно к красной херне идти. Еще я более-менее выдерживаю утро здесь. А вот ночь я, походу, не выдерживаю. Вообще, тут, на самом деле, ночь, блядь, очень трудно выдержать. Так, окей, подожди. Нужно алкоголь взять? Я надеюсь, я там алкоголь или это... Алкашку не приебал. Так, старый хлам. Ну, хлам-то это окей, конечно. Это, конечно, весело используем, практикуем. Но пока что мне нужно не это. Блядь, Аркадий. Аркадий, съеби куда-нибудь в панике. Ну, честно. Мешок. Охереть, он просто так тут валялся? Серьезно? Так, Аркадий не перестает доебывать. Аркадий, может, ты мне покажешь, где тут находится этот кремень? Я был бы очень доволен от этого. Видимо, тут кремня нету. Ладно, будем ходить в поисках кремня. Сегодня, наверное, кстати, серия будет по 50 минут. Ну, вот максималка это 50 минут. Если я там увижу, что у меня уже 30, значит, я буду, скорее всего, скипать момент. До 30 минут я точно должен уже иметь в себе очень хорошую вот эту вот одежду, чтобы не мерзнуть. Так, ну давайте тогда будем пользоваться. Да. Окей, еще раз получили. По макушке. Слушай, ну у нас есть херня, чтобы починить плод. В любом случае. В любом случае мы можем его засейвить. У нас же она есть. У нас она должна быть. У нас также есть еще вот эта херня. Вот эту я не могу использовать, да? Ну-ка. Могу. У меня еще стал больше инвентарь. У меня даже уже инвентарь больше, чем в плате, блядь. В плоту, точнее. Как это вообще происходит? Ну, в общем, окей. Видимо, мне вообще имеет смысл еще их делать. Или там всего несколько штук я могу. Ну, это пока не ясно. Да экспериментировать особо не будем. Так, чертеж. Мне бы лучше каркас поддали. Было бы замечательно. Опять волк, ты заебешь. Так, а он только один. Только один волк, его в принципе убить можно. Можно его проспать. Волк такой говно явно не ожидает. Окей, спим. Спим 4 часа. Может он реально за 4 часа уйдет? Ты угораешь, ты вот все 4 часа находишься на этом острове. Ждешь, когда кто-то, блядь, придет. Лучше бы пошел бы охотился на этих ебучих кроликов. Ну, честно. Так, нет, не отплываем, а идем. Мы можем вообще спать просто вот эту всю ночь. Да, смотри, видишь, ночь идет. Ну-ка. Идет ночь. Мне, по идее, еще нужно немного улучшить одежду. У меня все будет замечательно просто. Это, конечно же, не точно. Волка нету, мы его пережили. То есть, людям крафтим вот эту вот херню, которая у меня. И можем спокойно пережить вот такую вот напасть, как волк. Но не факт то, что у вас это получится, потому что иногда они не уходят. Они, по-моему, уходят, только если вон один есть. Их трое, то могут остаться. Смотри, сколько тут чертежей. Это жесть просто. Возможно, он вообще где-то тут находится. Так, тряпки. О, рассвет, кстати. Алкоголь. И тут-то. А ты куда? Тут-то возьми. Она почему-то все это решила обойти вот так благополучно, да? Странно. И смотри, где снова обходит. Я там не могу пройти, у меня там типа стена какая-то. Окей. Так. Можно снова охотиться на кроликов? Ну, как минимум, одного можно поймать. Давайте так и делаем. Так, ладно, где у меня тут херня моя? Кстати, одного волка могли убить. Благополучно. Но вот эту всю херню я хочу сохранить на этого, на медведя. Как-то замечательно-то попался, серьезно. Так. Минус один кролик. Убить кролика. Пресс-ф, чё? Так, подожди. Ой. Как больно-то сейчас было. А чё за прикол? Кроличья шкура. У меня только одна, что ли? А, ну так я все, получается, я их все прокачал в херню? Или я потом себе скрафтил что-то? По-моему, я в прошлой серии останавливался на том моменте, где у меня было до хера всякого такого говна. Странно. Ну ладно. А чё это за место такое интересное? Не, смотри, прошел. Серьезно? Тек, соль. Но соль нам пока не нужна особо. Хотя, в смысле, не нужна. Соль это всегда мы радуемся соли. Чё ты? Чё ты со мной сегодня не то? В смысле, соль и нужна. Соль это самая важная херня, которая может быть в этом мире. Ну, в очередной просто мастер парковки, я не знаю. Хотя, на самом деле, есть догадка, как именно там припарковался вот этот вот молодой человек. Или не человек, а женщина. Ну ладно, это я шучу. Скорее всего, тут был глобальный потоп, что, кстати, неудивительно. Видимо, тут воды раньше было больше. И как-то волнами пришвартовало вот этого чувака в стенку. Возможно, это как-то было так. А возможно и нет. Не уверен. Может, это просто прикол какой-то. Тек, ладно. Ничего мы тут интересного не нашли. Точнее, не нашли себе херня, чтобы сделать немножко печально. Но ладно. Спокойно мы, кстати, уже можем выжить. И просто тупо проплыть дальше. А, кстати, в этой игре есть бесконечный режим. Но бесконечный режим, я думаю, не очень будет снимать. Потому что смысл. Тут хотя бы сюжет какой-то нет. Ну да и ладно. Ну слушай, по идее, у нас тут должен быть конец. Так, окей. Получить задание. Речной врач. Получить задание. Ой, взять херню. Крепеж. Чертеж. И пеницелин давать. В смысле. Я выполнил речной врач. А в чем я за это швейный набор должны? Три вяленых мяса. Хищник. Я, да, я хищник. Алло, блядь, дайте мне уже эти вот эту херню. А у меня тут пять говна валяется. Естественно, если пень, у меня все плохо. Так, употребляем. Убьем водички. Слушай, ну, вообще, на самом деле, все пока что нормально. Ничего прям такого сверхсложного нету. Локацию можно скипнуть, но я не хочу. Я хочу идеально закончить вот это вот все... Вот это все веселье. Блин, зря это, конечно, сделано. У меня тут термисов мало. Ну ладно, херся. Короче, нам нужен кремий. Причем, пиздец, как срочно. Чертежки я уже брать не буду, потому что не думаю, что он мне вот прям уже нужен так сильно. Саженцы буду брать, потому что хочу напасть на медведя. Которого я, кстати, давно не видел. Удивительно, но факт. Где медведь? Неужели в этой локации теперь медведей такая редкость? Я мог, кстати, и на того волка медведя натравить. Но медведей-то не было. Зато есть Аркадий. Аркадий, съеби, Юка. За Юку могу Аркадию сейчас пояснить ему. Ой, Аркадий, ты уебешь отсюда куда-нибудь? Вот тебе повезло, что тут нету медведя. Ты бы сейчас прямиком к нему просто за шкирку полетел бы. Смотри, провожает меня Аркадий. Спасибо тебе, Аркадий. Понусу, блять, получше, если дальше пройдешь. Так, окей. Что такое? Что-то я хотел. Я хотел себе сделать... Каменный нож. Два кремня. Блять. На чё так всё плохо? Аркадий? Нет, ну тут уже ничего нету, я так думаю. Не, ну там есть, но с Аркадием я не хочу сражаться. Опять же, я уже объяснял почему. Можем сейчас просто тупо проскипивать вот эти вот острова. Если там какой-то будет пиздец. Кстати, нужно ещё себе это... Её? О, регион 10 из 10. Я не успел до этого сделать, окей. Ну что, народ? Мы приплыли в какое-то озеро огромное, или океан. Даже не знаю. Но плод у меня на самом деле немножечко пошарпанный. Я могу тут убрать мышку? Могу. Так, ну это конец. Мои волны огромные идут. Так, окей. И у нас играет прикольная музыка. Ну чё, народ, это финалочка. То есть, понимаете, сколько я не дотерпел? В прошлой серии. А то я её закончил. 15 минут я не дотерпел. Лучше бы я 15 минут там бы сделал. Ё-о-о. Вот понимаешь, в чём проблема? Надо было решить проблему с одеждой. Я могу сейчас не доплыть. В смысле? Так я же это не заделывал. А тут вообще возможно умереть? Давайте будем побыстрее плыть. Надо было утром всё это делать. Ну а кто же знал, что тут локация сейчас закончится? Так, ну да, нам показывают то, что всё это сейчас благополучно запространило, заплутанило, я не знаю. В общем, смотри, появились корабли. То есть весь мир затопился. Благополучно. Просто смотри, какая жесть. Блин, а сейчас на самом деле прикольная вещь. Смотри, какие волны большие. Ну, в принципе, так всегда, наверное, в открытом море. Ну, не в море, точнее, океане. Хотя и в море, почему бы и нет. А чё это тут за туман такой интересный? Вот сейчас интересный момент. Мне нужно в определённое место куда-то плыть? Или нет? Так буёк у нас с тем временем. Я не буду идти в этот туман, но я буду примерно где-то рядом с ним. Не буду себя ускорять немножечко. А можно по маякам, кстати, плыть, как вариант. Смотри, туман пропал. Маяки появляются. Причём как-то нелогично они стоят. О, появилось течение, да? Или нет? Ну, слушай, я всё равно примерно по течению иду. Я не могу взять сейчас назад поплыть. Я не могу сейчас взять куда-то в другую сторону. Так, у нас сейчас светло и, к тому же, без воды. О, мы куда-то приплыли. Смотри, как замечательно. Оба народ. Ну, чё, на превьюшку. Вход в королевство. Блин, я бы вот эту вот штуку, вот, вот эту вот прям на превьюшку. Но тут слишком много... Смотри, прям как красиво. Тут они прям не прогадали. Ну, чё, Лизоп? Мы пришли... Мы пришли в какой-то торговый центр. Скорее всего, это место находится где-нибудь в Москве. И это этот... Остров мечты или как это хуйня называется? Смотри, они прям даже делали вот эту штуку, что она... Со мной идёт. А вот это тоже такая херня. Ну-ка. Да, она прям так идёт. Ну что, Лизоп? Мы выжили, возможно. Слушай, Лизоп, а чё это за приколы такие? Это твои пацаны, что ли? Мари, тут, кстати, огород есть. То есть не умру. И, как я понял, тут тепло. Ну, в общем, не огород, а теплица. Тек, не понял. Это же, кстати, мой этот... Изучить, ну-ка. Ряд рюкзаков, на котором есть такая же эмблема, как на супке, которую притащил Лизоп. Слушай, Лизоп, а ты чё, казачок, что ли, подстроенный? Я не понял. Проверить записку. Ну, давай. Смотри, сколько тут Лизопа вообще тусуется. Собачий манифест. Боско вернулся с востока без дрессеревщика. Триперы в ожидании дислокации. Волнуются. Лу неуправляемый, невоспитанный, непригодный для полевых работ. Розина поля боя в южных землях. А где Изоп? Изоп, а ты где? Возможно, не твоё тут место. Слушай, за мной ещё теперь две собаки-барабаки бегут. Два бобика, которые постоянно урчат. Мария, это прям такой большой старый. Полевой, блядь. Ну, мой Изоп явно был каким-нибудь... Какой-нибудь плохой такой собакой. Который никогда не спасался своих хозяев. Мария, тут Петя и Аркадия. И кролики. Сток радиоприемника выглядит так же, как и тот, который вы и несли. А, это вот эта херня, которая у меня была. Слушай, видимо, это спасательная операция, и она реально существовала. Блядь, сколько тут кукурузы. Больной ублюдок, кто это вот это придумал? А почему не пшеница, кстати? Кукуруза разве что ли легче выращивается? Ну что, народ, мы прошли. За 15 даже минут. Финальчик. А значит, у нас будет новое прохождение. Расскажи нам, путешественник. Что же там? Ты про что? Ты хочешь, чтобы я чек выпил? Да, без бабочек. Ой, все, наконец-таки мы закончили. Хотя, как наконец-таки, игрушка очень прикольная, поэтому в нее можно играть бесконечно. 20 минут на все это ушло. Ой, а вот это музыка вся, которая использовалась. Кстати, если что, музыка, которую я использовал, если там я ее где-то вставлял, а я ее вставлял, то это вся музыка из этой игры, ни с какой-либо другой. Так что вам проще найти саундтрек, купить его, либо же что-нибудь другое сделать, на ваше усмотрение. Можете просто, я не знаю, скачать где-нибудь его. Не знаю, я никого ни к чему не призываю. В общем, рассказываю просто про это. Ладно, игрушка реально была годная. Такой маленький мини-обзор сделаю в конце. Так, точнее, не обзор, а отзыв. Игрушка прикольная, но недооцененная. Есть, конечно, свои проблемы, есть свои баги, но они меркнут по сравнению с тем, что тут действительно идет прям атмосфера приключения. Не знаю, в общем, прикольно все это. И... Не знаю. О, любители собак. Там только один чувак, кстати. Все остальные, видимо, не любят их. А, не, либо вот эти вот все пацаны-то, любители собак. А действительно, а почему не кошка? Я хочу кошку. Хотел, чтобы кошка мне все доставлял. В общем, ладно. Народ, если что, если кто смотрел вот этот Flame and the Flood, то вас могу обрадовать. Это не одно мое прохождение на моем вот этом канале, не только по этой игрушке. У меня есть множество других прохождений. Смотрите в описании. На канале можете посмотреть плейлисты. Там, ну, не то чтобы сейчас сверх много, но есть, в общем, у меня прохождение. Пока что еще немного, но скоро будет больше. Вот. И описание, аннотации. Че еще? Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. На этом все. Прохождение закончилось. Будем теперь другую какую-нибудь игрушку играть. У меня, на самом деле, их много в списке. Так что, всем спасибо за просмотр и всем пока.